Привет, с вами Sky, и сегодня мы снова запрыгнем повыше стандартных эшелонов и посмотрим на Землю из космоса. Наш герой является наследником весьма именитого семейства, одним из основных современных американских носителей и очень любопытным детищем, в какой-то мере, противоборствующих друг другу стран. Знакомимся с американской ракетой-носителем, летающей на российских двигателях — Atlas V. Семейство ракет Atlas берет свое начало из далеких 1950-х, когда компания Conver по заказу военных, занялась созданием баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку. Не будем осуждать, в то время все этим занимались. Так появилась первая для США стратегическая ракета SM-65 Atlas. Имя Atlas происходит от имени древнегреческого титана Атланта, а также от материнской корпорации Atlas, которой в свое время принадлежал Conver. По современным меркам ракета довольно скромная и безнадежно устаревшая, но конструкция у нее была весьма любопытная. Для экономии массы ее пытались сделать максимально легкой. Так баки были баллонного типа и поддерживали форму под давлением. Обшивка ее также была максимально тонкая и легкая, без защитных покрытий. Для ее противокоррозионной обработки был создан специальный аэрозоль, ставший на удивление очень популярным со временем. Да, тот самый WD-40. Главной же особенностью была полутораступенчатая схема. У ракеты было три двигателя, центральный и два ускорителя по бокам. В полете же на этапе отделения первой ступени от ракеты отделялся нижний блок с ускорителями, а баки были общие и они оставались, подпитывая центральный двигатель. Учитывая ничтожную сухую массу баков, считалось, что полноценные отделяемые блоки ракету только утяжелят, так что более оптимально будет избавиться только от массивных двигателей. Но баки есть баки, раз они оставались, значит и ступень считалась за половинку. Такая вот экзотика была поставлена на дежурство в 1957 году. По иронии судьбы, быстрое развитие военного ракетостроения не задержало Атласы на пьедестале главной межконтинентальной ракеты, и Конвер стали искать ей другие задачи. И они нашли. Ракета оказалась очень неплохим инструментом для выведения полезных нагрузок в космос. Прямо как ее советская сверстница. Со временем ракеты становились все сложнее и мощнее. Они получили разгонные блоки от Джена и Центавр, и со временем начали использоваться в рамках программы Меркурий. Обычно главную роль в первых полетах астронавтов в космос приписывают ракете Редстоун, но большую часть орбитальных запусков выполняла именно пара Меркурий-Атлас. Дальнейшее использование также было очень выгодно. Военные, в свое время получившие несколько сотен баллистических ракет, теперь быстро от них избавлялись, и производитель, проводя необходимые модификации, передавал их операторам пусков. Атлас выводил военные и гражданские аппараты на орбиту Земли и в дальний космос, включая Луну, Венеру и Марс. Со временем ракета сменила поколение, и Атлас-2 активно применялась вплоть до конца 20 века. Но параллельно создатели ракеты, теперь уже в Локхед-Мартин, взялись за ее более масштабную переделку. Наследником дела предков стала ракета Атлас-3. Правда, стоит учесть, что, считаясь частью семейства, она была в общем-то почти полностью новым изделием. Новые времена, новая конструкция. От интересной, но слишком экзотической полутораступенчатой схемы отказались в пользу более классических двухступенчатых вариантов. Вторая ступень являлась модернизированной версией разгонного блока Центавр. А вот первая была создана с нуля, и в качестве двигателя в ней впервые применили RD-180 от Энергомаша. Шли 1990-е, время большой любви России и США. Вначале ракета даже разрабатывалась под индексом Атлас-2AR, где R значила Раша. Новый маршевый двигатель и весь носитель проявляли себя отлично. Ракета со стартовой массой около 215 тонн была способна вывести на низкую околоземную орбиту нагрузку массой около 10 тонн. Неплохо для относительно скромного носителя. Атлас-3 начали работу в 2000 году и закончили в 2005-м после шести пусков. На первый взгляд кажется, что это неудача, но на самом деле ракетчики решили, что могут выжить из ракеты намного больше, и создали новую версию — Атлас-5. Наконец, наш сегодняшний герой. Ракета-носитель тяжёлого класса — Атлас-5. Разработанная корпорацией Lockheed Martin и сейчас являющаяся одним из основных носителей United Launch Alliance — совместного предприятия Lockheed Martin и Boeing. Да, кровные враги в военной авиации, тут они друзья-братюни. В принципе, общая концепция пятёрки — прямое продолжение концепции тройки. Ракета составлена из двух основных ступеней плюс твердотопливные ускорители. Давайте познакомимся с конструкцией поближе. Первая ступень ракеты именуется Common Core Booster или CCB. Почему Common Core? Дело в том, что изначально ракета планировалась как модульная. Несколько больших блоков CCB должны были состыковаться и формировать более тяжёлый носитель, как это сделано, например, на Delta IV, Angare или Falcon Heavy. Однако история рассудила по-своему, и Atlas V Heavy так и не появился. CCB остался просто первой ступенью. 32,5 метра в высоту и 3,8 метра в диаметре. Заправляется топливной парой керосин-жидкий кислород. Её силовая установка представлена российским двигателем RD-180. Тут, думаю, можно чуть поподробнее. Необычно же, российский движок на американской ракете. Начать нужно с великого и могучего родителя. RD-170 – один из самых мощных ракетных двигателей, которые когда-либо вообще создавались. Его место на разгонных ускорителях сверхтяжёлого носителя «Энергия», а также с небольшими модификациями на ракетах «Зенит». Не стоит смущаться количеством сопел, двигатель четырёхкамерный. В 1990-х на его основе был создан упрощённый двухкамерный вариант RD-180. 3,83 меганьютона, 390 тонн сил на уровне моря. Огромная тяга. RD-180 на Atlas всего один, и его вполне хватает. К тому же, огромная тяга двигателя сочетается с высокой эффективностью, компактностью, надёжностью и достаточно скромной стоимостью. Лохид-Мартин набросились на него как кот на валерьянку. Через RD-AMROS, совместное предприятие Pratt-Witney и NPO Energomash, они начали закупать эти двигатели, модифицировать под свои требования и устанавливать сначала на Atlas 3, а потом и на Atlas 5. Первая ступень с двигателем RD-180 после старта действует около 253 секунд. В ряде вариантов она действует не одна, а при поддержке боковых ускорителей. Итак, Atlas 5 может получать до пяти боковых твердотопливных ускорителей AJ-60A от Aerojet Rocketdyne. В базовой версии каждый ускоритель высотой 17 метров весит около 46 тонн и создаёт тягу до 1700 кН в течение полутора минут. На данный момент ракета также может получать новые ускорители GM-63 от Northrop Grumman. Близкие по показателям, но более перспективные. Такие ускорители в дальнейшем должны будут применяться на будущей ракете Vulcan, которой занимается ULA, а также ракете Omega, которую делают сами Northrop Grumman. Пора подняться выше. Над первой ступенью расположены адаптеры, соединяющие её со второй. Диаметр второй ступени 3 метра, что немножко меньше диаметра первой, так что ракета монолитной не стала, получив небольшой уступ. Вторая ступень — это удлинённая модификация ступени Centaur. Задачи-то у него стали посложнее — более точное выведение более тяжёлых нагрузок на орбиты, в том числе на геостационарные. Поэтому блок получил более совершенную систему управления, контролирующую всю ракету в течение всего полёта. Силовая установка опциональная. Либо один двигатель RL10 в версии A или C, либо пара двигателей RL10A тягой по 100 кН каждый. Двигатели работают на паре жидкий кислород-жидкий водород. Они рассчитаны на работу в вакууме и могут многократно перезапускаться. Над второй ступенью располагается полезная нагрузка. Atlas V способен выводить на низкую околоземную орбиту нагрузки массами до 18,9 тонн, а на геопереходную до 8,9. Весьма нехило. Это полноценная ракета тяжёлого класса, хотя существуют стереотипы, что она вроде как маленькая. Что-то вроде младшего брата здоровенной Delta IV Heavy. Нагрузки, естественно, скрываются обтекателями, коих довольно много. Диаметр базовых обтекателей общий — 4,2 метра. Это было принято ещё с Atlas II, а вот длины варьируются — 9 метров, 10 метров и 11. Немного позже для ракеты был разработан новый карбоновый обтекатель диаметром 5,4 метра и длинными по 27 метров, 23,4 и 26,5. Делает эти обтекатели швейцарская... Швейцарская! Роак Спейс! Работающая помимо Atlas'ов с ракетами Vega, Falcon 9, Ariane 5, Falcon Heavy. Что же, не пилатусом единым. Причём, если базовые маленькие обтекатели скрывают только полезную нагрузку, то большие закрывают также блок Центавр. Несмотря на то, что старые планы по созданию семейства модульных ракет не реализовались, Atlas V всё равно имеет много вариаций, и для их обозначения применяется специальная система. Каждая ракета имеет трёхзначный индекс. Первая цифра обозначает серию обтекателя. 4 — маленькие в диаметре, 5 — большие. Есть ещё вариант буквы N, если вместо обычной нагрузки там пилотируемый корабль. Но пока что этот вариант применялся один раз, когда запускали Boeing Starliner. Вторая цифра отображает количество установленных твёрдотопливных ускорителей. Их может быть от 0 до 5. Наконец, третья цифра обозначает количество двигателей второй ступени, соответственно, один или два. Для примера, топовый вариант Atlas V версия 552 означает, что это ракета с большим обтекателем диаметром 5,4 метра, с пятью ускорителями и блоком Centaur с двумя движками. Первый пуск был осуществлён в августе 2002 года, и новая ракета успешно вывела на орбиту спутник Hotbird сети El Talsat. Вообще, Atlas V оказался весьма и весьма надёжен. На 2020 год ракету пускали 83 раза, из которых 82 считаются полностью успешными, и лишь одна частично, при том, что спутник был выведен на орбиту и нормально заработал. Ракета активно применяется для вывода на орбиту коммерческих и военных нагрузок, а также в исследовательских миссиях. Такие аппараты, как Solar Orbiter для исследования Солнца, Maven MRO и MSL для Марса, астероидный Osiris Rex и, конечно, станция New Horizons, давшая нам подробные виды Плутона, запускались в космос именно Атласами. Помимо этого, Атласы первые четыре раза отправляли в космос мутный корабль Boeing X-37. Ракеты и пусковые услуги ULA никогда особенной бюджетностью не отличались, так что Атлас 5 дешёвым никак не назовёшь. Стоимости ракет варьируются от 100 миллионов долларов в простых вариантах и спокойно превышают 150 миллионов в топовых версиях. И это на коммерческом рынке. Пуски в интересах NASA и американских силовиков могут быть дороже на несколько десятков миллионов, правда у них и требования к операторам намного выше. Уютненькую работу с бешеными прайсами ракетчикам изрядно испортили ребята из Хоторна. SpaceX со своими многоразовыми ракетами тяжёлого класса сильно сбросили цены на пусковые услуги. В России принято считать, что всё это делается против Роскосмоса, но на самом деле ребята из ULA вероятно поминают Илона Маска в ещё более жёстких выражениях. Если вам кажется, что 100-150 миллионов запуск — это жутко дорого, не сомневайтесь. Раньше цены гуляли за 200 миллионов и не думали снижаться. Ракета постоянно модернизируется, улучшая показатели и адаптируясь под новые реалии. После создания United Launch Alliance Lockheed Martin и Boeing начали проводить совместные исследования для создания новых систем для своих, теперь уже общих, ракет — Atlas V и Delta IV. Сильно их унифицировать, конечно, не получится, но ряд блоков систем управления у обеих ракет близки. Одной из основных работ и, скажем так, мечтаний ракетчиков ещё с начала разработки, было их потенциальное применение для доставки в космос не только грузов, но и астронавтов. Особенно актуально это стало после закрытия программы Space Shuttle, и ULA активно работали для сертификации носителя под пилотируемые полёты. И работа эта идёт. Atlas V стал базовым носителем корабля Boeing CST-100 Starliner, и в 2019 году именно он запустил корабль в первый тестовый полёт. Не сказать, чтобы испытания прошли без сучка и задоринки, но ракета свою работу сделала. В ближайшее время именно Atlas V наряду с Falcon 9 станет новым носителем американских пилотируемых кораблей. Тем не менее, пятёрка тоже не вечная, и сейчас ULA занимается созданием новой ракеты-носителя Vulcan. Предполагается, что это будет семейство ракет-носителей, способных в своих самых тяжёлых версиях выводить на орбиту нагрузки до 35 тонн. По ряду систем они будут унифицированы с ракетами Delta IV и получат модернизированные вторые ступени Centaur V. Первые ступени будут полностью новыми. Они будут заправляться топливной парой жидкий кислород-жидкий метан и оснащаться новыми двигателями BE-4 от Blue Origin. Кое-чуть позже ракетчики Джеффа Безоса пристроят на собственную перспективную ракету New Glenn. Твердотопливные ускорители также будут заменены. Теперь можно будет применять до шести улучшенных блоков GM-63XL. Первый запуск запланирован на 2021 год. Основной инновацией ракеты будет, конечно, замена RD-180 на BE-4. Тут, помимо множества технических нюансов, есть, конечно, явный политический. Он стал ещё более явным после 2014 года, когда после резкого охлаждения любви друг к другу США и Россия возмутились тем, как они повязаны в этой области. Политики с обеих сторон требовали отказаться от этого возмутительного сотрудничества, но эти и другие оказались в сложной ситуации. С одной стороны, ULA не могут просто заменить RD-180 другими движками. Это приведёт к установке программы Atlas V, а вулкана ещё нет. С другой стороны, поставки двигателей являются важной частью работы российских предприятий. Отказаться от экспорта, конечно, можно, но дальше-то что? Отрасль-то не сказать, чтобы сильно перегружена заказами и затоплена деньгами. Ещё смешнее ситуация оказывается при подробном рассмотрении статистики полезных нагрузок Atlas. Половина пусков выполнялась в интересах американских силовых структур. Получается, что то ли оборонная система США строилась с применением техники потенциального противника, то ли Россия всё это время поставляла ракетные двигатели, являясь подрядчиком в создании оборонной системы потенциального противника. Вот они, превратности глобализации. Так что история ракетных Ромео и Джульетты какое-то время продолжаться ещё будет. Такой вот ироничный итог нашей сегодняшней ракетной истории. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, и пусть у вас над головами летают только гражданские ракеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова